Мы находимся на станции метро, она называется Беток. Сейчас дойдем до еще одной кафешки. Я люблю ходить по кафешкам, но мы пройдем через так называемый комьюнити хаб. Это место, я бы сравнил его чем-то наподобие с Депка, но это очень приближенное сравнение. Там собираются жители Санкт-Поро, они там устраивают всяческие спортивные мероприятия. Есть библиотека, спортзал, бассейн. И туда, по сути, вход свободный и занятия на секциях. Оно достаточно бесплатное. Ну, в общем, короче, я такой комьюнити хаб. Сейчас мы, собственно, до туда дойдем. Тут не очень удобный выход из метро. Он не сразу на улицу идет, а нужно перейти немножечко по дороге вот так вниз. Я по лестнице начинаю, всегда стараюсь ходить. И более-менее освоился с гимблом. Теперь, я думаю, его как-то попроще можно управлять им и менее проблемное вращение. И еще я глупость такую сделал. Я первый раз за всю жизнь, наконец-то, полез в настройки айфона и выяснил, что можно, оказывается, менять качество записываемого. Видео, видео, видео. Лестница и пудем на поверхности. А еще одна вещь, которую я выяснил, она больше к техническим относится. Здесь специальное приложение ставится для того, чтобы гимблом управлять. Но, видимо, как-то на уровне системы, когда устройство откалибровано и работает, можно просто подсоединять телефон с включенным блютусом, и гимбл сам будет, в общем, распознавать его. То есть я кнопкой записи, центровкой и даже джойстиком я управляю при помощи гимбла. Вот эта станция, это также зеленая ветка, та, о которой рассказывал я в предыдущих видео. Она называется Бедок. И мы сейчас пойдем вот так прямо, прямо далеко, до кофейни, когда будет мини-прогулка, мини-экскурсия. Мы обычно любим сюда ходить за мороженым. Я по дороге будем проходить магазинчик, я покажу. Это такой традиционный ход за мороженым. Вот здесь, справа. Сейчас. Найдешь. Справа. Здесь просто огромное пространство. Я его чуть попозже тоже покажу, когда обходить будем. Здесь часто проводятся какие-то мероприятия. То есть просто пространство, сцены посередине. И там устраивают различные какие-то события, концерты, выступления, выставки. Последний раз, на чем мы здесь были, это было мероприятие, организованное полиция. То есть они показывали, как они работают, что они делают. Всяческие вещи демонстрировали. Прям интересно было. Вот это происходит все здесь дальше. Там фудкор. Интересно, не увеличивает? Не увеличивает. Не умеет с гимбала увеличивать. Ну да ладно. Я могу, если что, руками увеличивать. Вот там внизу, точнее, вот там вдалеке виднеется такое зеленое, зеленые насаждения. Я туда как раз и иду. Здесь жарко еще сейчас. Сейчас почти час дня. Жарень. Люди перемещаются. В основном по Тиньпу. Маленькие магазинчики с дешевыми китайскими товарами. Тут, кстати, можно дешевые вещи купить. Не обязательно качественные. Совсем не обязательно качественные, но дешевые. В одну из парикмахерских местных я ходил стричься до того времени, пока не понял, что они, короче, стригут на сильное... Сейчас скажу как повежливо, на сильное отвались. Вот. Хоть это было дешевле, но я перестал стричься. Сейчас мы пойдем. В парикмахерские. В парикмахерские обычно такую характерную свечащуюся штуку имеют, чтобы видно было издалека. Подстричься здесь стоит, короче, если в такой сетевой парикмахерской, подстригаться их большинство, я бы сказал, в доступных местах, то будет стоить порядка 12 долларов. Если стричься в такой, ну, не то что частной, а местной парикмахерской, то это будет стоить, ну, порядка 5-7 долларов прям дешево. Вот тут еще остров недалеко расположен, называется Батам, и вот там как раз стрижка, бритье, даже массаж лица, умывание, точнее умывание, мытье волос, умощение лосьонами. Миллионами это всего лишь стоит 12 долларов, то есть по местным меркам дешево очень здесь, полная такая подстрижка стоит где-то около 60. Вот, короче, здесь дурианы продают сейчас как раз сезон. Вот вечерами, если я буду вечером проходить, я сниму, люди, в общем, сидят, едят эти дурианы. Комьюнити хаб. Сейчас покажу, вот так это огромное здание выглядит. Оно шестиэтажное. Первого этажа нет. Просто огромное пространство, где местные жители собираются, просто сидят, тусят, смотрят вот там на большой телевизор. Большой телевизор? На большой телевизор. Тут, как правило, проводятся выставки, тематические праздники. Ну, тематические выставки, праздники празднуются, другие всякие вещи происходят. В общем, интересно. Каждый раз вот сюда, когда приходишь, что-нибудь происходит. Вот сейчас, например, что-то. Не знаю, что это. Сейчас посмотри поближе. Не сильно понятно, что. Короче, просто выставка каких-то штык. Я даже не сильно понимаю. И, наверное, не буду отчитываться. Вот такой это хаб. Так он выглядит. Он большой. Там, на верхних этажах, библиотека находится... Я, наверное, туда зайду как-нибудь в другой раз, потому что у меня будет такая сейчас относительно короткая прогулка. Кстати, слово... Вот сейчас покажу слово каки. Это значит друзья. Типа, амакан – это еда. Такая, типа, дружеская еда у друзей или еда у друга. Что-то такое. Ага, понял особенность. Короче, если я не использую программу, которая идет от DJI, то, в общем, телефон, он старается фиксировать на одной точке. То есть, вот если я поворачиваюсь, мне приходится... Кстати, вот, сейчас пройдем. Посмотрим вокруг вот этого. Чего? Просто пианино представляют, и люди на пианино будут свободно играть вот так. Прикольно. Вот этот человек играет на пианино. Чем интересно, всегда, когда проходишь мимо вот таких мест, вообще почти любых вот таких общественных пространств, всегда что-то организовано, что-то происходит. Сейчас пройду через фудкорт. Фудкорт – это тоже неотъемлемая часть Сингапура. Люди здесь едят, тусят. То есть, можно... Они сюда не только ходят за едой, но еще и за общением. Сейчас посмотрю, где можно удобнее, не мешая людям пройти. А вот там уже. Пройди. Короче, это как мгновенный фудкорт. Людный. Возле фудкорков обычно такие небольшие рыночки расположены. Они называются ватмаркет. Там можно купить помимо шмотов еще еду. Я думаю, что еда находится в другой немножко крыле. В общем, сюда люди ходят за покупками, в том числе. А по цене, мне кажется, вот то, что здесь продается примерно одинаково с тем, что продается в магазинах. Я не сильно сравнивал, но я просто думаю, так как Сингапур остров и не сильно много каналов поступления. Но, наверное, учитывая, что с Австралии и Малайзии тянутся всякие продуктовые потоки, мне кажется, что вот мелкие такие продавцы, они также продают то, что было импортировано. И, скорее всего, цены их будут примерно такие же или выше, как у тех, кто импортирует в больших количествах. То есть, может позволить себе скидку. Вот ровно поэтому я и не хожу на рынки. То есть, если в других странах такое, что типа вот пришел на рынок, там местные продают более дешевое, лучшего качества, то вот здесь я как-то за 5 лет жизни особенно не стал поклонником похода по рынкам. Хотя я это очень люблю делать. Это вот задние дворы, называемых HDB. Но вот это не HDB. Я до сих пор не понял различия между ними. Это вот просто обыкновенные дома, в которых живут люди. На кофейне осталось совсем немного. Просто хочется показать какие-то такие задние дворы. То, чего, возможно, обычно во влогах и в других местах не показывают. По влогах и в других местах это видео не показывают. Я думаю, обычно это видео о просто популярных местах. Хотя вот на такое посмотреть. Ну, мне по крайней мере интересно. Я всегда, если куда-то приезжаю, я люблю по таким местам больше ходить. А еще интересно проверить, насколько устойчиво будет работать гимбл, если я побегу. Судя по обзорам, которые я видел, это довольно устойчивая штука. И вот уже кофейне почти рядом. Вот такая вот маленькая прогулка. Вышла жарко. А я еще в темном. Этого не видно, но я в темном. В темной майке и в кепке. Вот здесь еду разводят на велосипедах. Вот такой чувачок в зеленом. Вот так вот. Вот так вот они разводят еду. Очень много электроскутеров. Причем в последнее время стали вот такие вот появляться. Такие маленькие, прям детские велосипедики. Но у них за счет вот этого размера они, видимо, могут батарейку как-то получше поместить. Потому что вот их гораздо больше стало на улицах, чем простых обыкновенных скутеров. То есть доставщики, они почти все поголовно ездят. Либо на таком, либо на байках. На мотоциклах. Вот сейчас пройду, кстати, покажу еще. Сучку. Вот еще один фудкорт. Цены здесь не дешевые. Точнее, дешевые на фудкорте. В принципе, очень удобно, если особенно не нравится готовить это. Я думаю, фудкорт это очень хороший выбор. Потому что еда очень разная. Можно вообще различные вещи найти на свой вкус различной кухни. И она не дешевая. Окей, вот кофейня. Переколадец. Покажи. Все. Иди заходите, будьте пока. Всегда. Спасибо.